В этом видео мы рассмотрим некоторые сочетания быстрых клавиш, используемых для экономии времени и упрощения работы с приложением OneNote. Также мы рассмотрим, как самостоятельно настроить быстрые клавиши. Итак, начнем. Для работы с текстом удобно использовать следующие быстрые клавиши. Для применения одного из встроенных стилей к текущему абзацу используйте сочетание клавиш Ctrl-Alt-1, Ctrl-Alt-2, Ctrl-Alt-3, Ctrl-Alt-4, Ctrl-Alt-5, Ctrl-Alt-6, Ctrl-Alt-0. При этом стиль применяется ко всему абзацу, в котором находится курсор. Обратите внимание, здесь и далее в данном видеоролике клавиши необходимо нажимать одновременно. Для применения или отмены курсивного форматирования для выделенного текста используйте сочетание клавиш Ctrl-I. Для применения или отмены подчеркивания для выделенного текста сочетание клавиш Ctrl-U. Для применения или отмены полужирного форматирования для выделенного текста сочетание клавиш Ctrl-B. Для работы со списком можно использовать следующие быстрые клавиши. Для применения или отмены форматирования маркированного списка для текущего абзаца используйте сочетание клавиш Ctrl-T. Для применения или отмены форматирования нумерованного списка для текущего абзаца сочетание клавиш Ctrl-Slash. Увеличение отступа на один уровень. Клавиша Tab. Уменьшение отступа на один уровень. Сочетание клавиш Shift-Tab. Для работы с таблицами удобно использовать следующие быстрые клавиши. Чтобы создать таблицу путем добавления дополнительного столбца к уже введенному тексту или к создаваемой таблице, нажмите клавишу Tab. Чтобы создать строку под текущей строкой, сочетание клавиш Ctrl-Enter. Чтобы создать еще один абзац в той же ячейке, клавишу Enter или сочетание клавиш Alt-Enter. Обратите внимание, по умолчанию при нажатии на клавишу Enter в последней ячейке строки создается новая строка таблицы. Если вы хотите добавить еще один абзац в ту же ячейку, используйте сочетание клавиш Alt-Enter. Чтобы переместить курсор в следующую ячейку, нажмите клавишу Tab. Переместить курсор в предыдущую ячейку – сочетание клавиш Shift-Tab. Для работы со страницами можно использовать следующие быстрые клавиши. Ctrl-Patch-Up для перехода к предыдущей странице раздела. Ctrl-Patch-Down для перехода к следующей странице раздела. Alt-стрелочка влево – вернуться к предыдущей просмотренной странице. Alt-стрелочка вправо – перейти к следующей странице в истории просмотров. Рассмотрим быстрые клавиши, которые используются во многих приложениях, в том числе и в приложении OneNote. Ctrl-C – копирование выделенного текста или элементов в буфер обмена. Ctrl-X – вырезать выделенный текст или элемент в буфер обмена. Ctrl-V – вставка содержимого буфера обмена. Ctrl-Z – отмена последнего действия. Ctrl-Y – возвращение последнего действия. Ctrl-A – позволяет выделить весь абзац, в котором находится курсор, либо всю страницу, если курсор находится вне контейнера. Ctrl-N – открытие приложения OneNote. Клавиша F7 вызывает проверку орфографии. Клавиша F11 включает или выключает полностраничный просмотр. Для того, чтобы быстро вызвать команду поиска, необходимо нажать следующие быстрые клавиши. Ctrl-I – для поиска по всем записным книжкам. Ctrl-F – для поиска только на текущей странице. Чтобы настроить собственные быстрые клавиши, необходимо добавить их на панель быстрого доступа. Для этого нажимаем маленький черный треугольник справа от панели быстрого доступа для вызова контекстного меню «Настройка панели быстрого доступа». Выбираем другие команды. В открывшемся окне параметра OneNote выбираем команды, которым мы хотим присвоить быстрые клавиши. Из выпадающего списка выберем вкладку iStudy Bible Tools. Из левого списка выберем необходимые нам команды. Например, «Открыть стих» и «Быстрый анализ текущей страницы». С помощью стрелок расположим каждую команду, как нам удобно. Настроим наиболее оптимальный вариант расположения команд на панели быстрого доступа. «Открыть стих», «Быстрый анализ текущей страницы», «Назад», «Вперед», «Отменить» со стрелочкой, «Вернуть» со стрелочкой и другие команды. «Открыть стих» и «Открыть стих». Также поддерживается одновременное нажатие сочетания клавиш. Например, клавиши «Альт» и «Один» можно нажать одновременно. Более подробная информация о работе в программе для самостоятельного изучения Библии OneNote iStudy Bible Tools содержится в инструкции, которая доступна на вкладке iStudy Bible Tools, покликаем на кнопку «Справка», а также на сайте iStudyBibleTools.ru «Спасибо, что были с нами». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok